Контрабанду культурных ценностей в крупном размере пресекла Уссурийская таможня. Группа лиц по предварительному сговору пыталась вывести из России культурные ценности. Контрабанду 20 орденов Отечественной войны, Красной Звезды и двух офицерских кортиков предотвратили сотрудники Уссурийской таможни. Пассажирский автобус, направляющийся в Китай, прибыл в пункт пропуска МАП «Пограничный». При прохождении таможенного контроля с использованием досмотровой рентгенотелевизионной техники у гражданки КНР таможенники обнаружили незадекларированные ордена Отечественной войны, Красной Звезды и офицерские кортики, которые она скрыла в своих личных вещах. Кортики спрятала под покладом чемодана, ордена в карманах одежды, находящейся в чемодане, и во внутреннем кармане дамской сумки. В своих объяснениях злоумышленница пояснила, что она знала о незаконности совершаемых ею действий, поэтому пыталась утаить товары от таможенного контроля. Оружие и награды она получила в гостинице Уссурийска и передавала их за денежное вознаграждение. Задержанные награды были выпущены вперед с 1944 по 1967 год. Ордена Красной Звезды считаются одной из высших наград Советского Союза. Изготовленный из золота и серебра орден Отечественной войны является первой советской наградой, учрежденной в годы Великой Отечественной войны, которая вручалась за храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях за Родину. Задержанные кортики относятся к категории клинкового холодного оружия, колющее режущего действия. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Контрабанда культурных ценностей группа лиц по предварительному сговору в крупном размере. Вместо обещанных за контрабанду 500 юаней правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Следствие продолжается. Продолжение следует...